В самом начале войны наступавшая гитлеровская армия встретила серьезное сопротивление со стороны Советского Союза. Пехота, артиллерия, танковые части и боевая авиация изо всех сил пытались держать полчища захватчиков. Летчики совершали по несколько вылетов в день, чтобы бомбить наступающего врага. К сожалению, не всем удавалось вернуться на свои аэродромы. На месте падения одного из советских бомбардировщиков в микрорайоне Боровуха уже несколько дней активными темпами ведутся поисковые работы. Проработана предварительная информация, опрос свидетелей этого места. Информация у нас с Подольского архива Министерства обороны Российской Федерации по 208-му ШАП. Найдены экипажи, которые вылетели на боевое задание на Боровуху-1 и не вернулись на свои части. За последние дни поисковиками найдено несколько десятков фрагментов фюзеляжа, механических деталей, а также табличка с заводским номером самолета, которая позволила определить тип летательного аппарата, а также сузила поиск до трех экипажей, не вернувшихся с рокового боевого вылета на аэродром Боровухе. На месте падения самолета обнаружены и останки летчиков. При поддержке горосполкома сейчас и прокуратуры Следственного комитета будет проведена совместная исследовательская работа по восстановлению личности. Потому что это нам обязательно необходимо для того, чтобы установить, какой экипаж, какой летчик погиб. Поиск родственников непосредственно мы будем сейчас осуществлять со стороны Российской Федерации. Самолет упал, фрагменты разнесены на определенной территории. И очень важно не упустить самые ценные и важные детали, какие-то предметы личных вещей бойцов, которые были в экипаже самолета, чтобы как раз установить имена бойцов погибших здесь, летчиков, и чтобы тем самым увековечить память о них. Бок о бок с новополочанами в раскопках участвуют и поисковики из республики Коми. Единомышленников связывает не только давняя дружба, но и совместный международный проект «Небо Родины», реализация которого началась несколько лет назад. Эта работа связана с проектом «Небо Родины. Погибшие летчики над Полоцком». А вообще в 2022 году войсковым отрядом разведчики воинской славы и нашим отрядом было заключено соглашение по архивной исследовательской работе на территории Республики Беларусь. Саму Юлию с нашей страной связывают особенные воспоминания. Не случайно на территории Витебской области девушка участвовала в поднятии останков своего родственника. В 2021 году на территории Республики Беларусь был обнаружен Орден Красной Звезды. Этот орден принадлежал разведчику из Республики Коми Российской Федерации, моему родственнику. В 2022 году мы приехали сюда, в поисковую экспедицию, чтобы непосредственно поднять останки моего прародителя. И вот таким образом завязалась наша дружба российско-белорусская. Третий год мы уже совместно с поисковым отрядом разведчики воинской славы, как братья, работаем во благо сохранения исторической памяти о тех, кто ковал великую победу. Проведение подобных вахт памяти в сотрудничестве с российскими поисковиками далеко не единичный случай. Совместными усилиями братские народы не только по крупицам восстанавливают события далеких военных лет, но и помогают вернуть из небытия именно героев, отдавших жизнь за мирную и независимую жизнь уже не одного поколения. От своей семьи, от своего рода, от Республики Коми, от всех жителей Республики Коми и Российской Федерации мы хотели бы поблагодарить всех тех представителей Республики Беларусь, с которыми мы уже на протяжении третьего года ведем эту работу. Потому что вот такого сплочения, такого братского союза сложно найти, потому что столько мы уже прошли через сложности, через архивно-исследовательскую работу, через сложности самой поисковой работы на тех местах, где нам приходится работать. Это бесценно, что сейчас мы как единое целое пытаемся сохранить память о тех, кто ковал великую победу. Раскопки на месте падения бомбардировщика будут продолжаться еще несколько недель. К местным поисковикам уже подключился 52-й отдельный специализированный батальон Министерства обороны Республики Беларусь.